У меня к вам такой вопрос. Есть, насколько холодна водка? Она в холодильнике у вас была? Или все-таки вы так держите ее на столе? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Конечно, хотя, конечно, вряд ли можно назвать его добрым. Сегодня прослушу событие, о котором мы говорили уже на протяжении последних шести месяцев. Индекс РТС достиг уровня 500 пунктов и закрепился ниже него. Напомню, снижался он с максимума 2 500 и снижался более чем на 80%. Когда актив, либо предмет снижается в своей стоимости более чем на 80%, это считается в страховании его полной гибелью. Поэтому мы, согласно давней русской традиции, хотим сегодня проводить в последний путь российский фондовый рынок. В такой момент, конечно же, всегда многое хочется сказать. Разные слова крутятся в голове, разные мысли приходят в голову. Но, как говорится, об ушедшем либо хорошо, либо ничего. Поэтому мне хотелось бы от всех нас поблагодарить российский фондовый рынок, сказать ему спасибо за то, что он дал нам заработать более 60% в 2005 году, более 70% в 2006, заработали также мы в 2007, более 25%, а 2008 год забрал у нас все то, что было, как говорится, нажито во все эти непростые годы. Поэтому спи спокойно, друг дорогой, пусть деньги Веба будут тебе пухом. Сергей, ну я мысленно с вами, хоть у меня, к сожалению, нет вот водки здесь за столом, но потом обязательно выйти. Одну минуточку, Данил, одну минуточку. А сейчас, когда соблюдены формальности, по старой французской традиции следует сказать, рынок умер, да здравствует рынок. Жизнь продолжается, и мы объявляем новые высоты по индексу РТС, хотя это, наверное, не зины, мы предполагаем, что индекс РТС двинется дальше, в район 250 пунктов. Не рекомендуем инвесторам покупать акции до достижения этого уровня, и хотелось бы лишний раз заметить, что зарабатывать на фондовом рынке можно не только от ланга, но и от шарта.